Наследственные отношения Наследственные отношения Наследодателя По которому он передает данное наследство Кроме того Не входит в наследственное имущество Это имущественные права Которые непосредственно связаны с личностью Наследодателя Это права на получение элементов И на получение Компенсации вреда здоровью А что такое обязанности имущественные? Обязанности Это являются долги наследодателя они переходят к наследникам ровно в той части, в которой они принимают наследство, именно в той доле. То есть, если ты принял квартиру в качестве наследства, ты должен взять все долги, да? Да, соразмерно этой квартиры. А, не больше? Не больше. А что не может переходить по наследству? Есть ли какие-то ограничения? Вот, опять же, повторюсь, не может быть наследством. Это непосредственно нематериальные блага, которые связаны именно непосредственно с личностью наследодателя. Как право на алименты, право на возмещение вреда здоровью. То есть, это не входит. Николай, а по каким основаниям можно наследовать имущество? Наследовать имущество можно как двумя способами, то есть, по закону и по завещанию. Ну, завещание, да? Как его правильно оформить? Что это такое вообще? Завещание – это, во-первых, односторонняя сделка, то есть, порождающая права и обязанности только лишь у наследников. Завещание – это является именно письменный документ, который оформляется у нотариуса, либо же у специально уполномоченных должностных лиц, которые оформляют, удостоверяют данное завещание. В данном документе должна быть четко выражена воля завещателя о передаче конкретного, либо же общего имущества, которое ему принадлежит на день подачи заявления. То есть, обязательно наличие нотариуса, обязательно наличие свидетелей или нет? Или есть какие-то исключения? Исключения по поводу нотариуса существуют, то есть, бывают случаи, когда вот чрезвычайные ситуации возникают. В том случае завещатель должен будет составить в письменной форме документ при присутствии обязательно двух свидетелей, и в течение месяца, когда эти обстоятельства отпадут, он должен будет передать данный документ нотариусу. Либо же, если данное лицо, завещатель находится на излечении, то можно передать главврачу, либо же находится в воинской части, то есть, командиры воинской части. То есть, специальные уполномоченные должны селиться, при наличии свидетеля они удостоверят данное завещание. А свидетель обязательно, да, должен быть? Нет, свидетель при нотариусе не обязательно. То есть, это право. То есть, это право. Долго ли действует завещание, есть ли какой-то у него, может быть, срок давности, и можно ли его аннулировать? Завещание действует с момента подачи завещания нотариусу или должностному лицу, и оно действует до момента его принятия. То есть, после того, как наследники обратятся к нотариусу с заявлением, примут имущество и его оформят на надлежащих органах. Аннулировать им завещание, может быть, как сам завещатель, он в течение жизни может подать неограниченное число раз завещаний, то есть, имеет будет силу только то, которое будет подано последним, то есть, не противоречивающим последним. Ну, а допустим, человек, ведь может, да, аннулировать при жизни свое завещание? Да, да. Отменить? Только оно должно быть аннулировано в той же форме, в которой он его и подал. То есть, соответственно, обратился к к нотариусу, то есть, он должен также обратиться к к нотариусу и аннулировать завещание. Ну, вот допустим, такая ситуация. Человек написал завещание, прошло лет 20-30, он признан недееспособным. Теперь он уже не может отменить это завещание, его аннулировать. Может ли впоследствии такое завещание быть оспорено? Да, оспорено оно может быть. В принципе, заинтересованными лицами будут являться наследники. То есть, они могут обратиться именно в судебные инстанции и устанавливать факт именно того, что на момент написания завещания данное лицо являлось недееспособным. То есть, проводится судмедэкспертиза, собираются справки, и проводится специальная судебная экспертиза и устанавливает, являлся ли дееспособным лицом наследодатель, завещатель на момент составления завещания. Если это так, если он был недееспособным, то завещание признается недействительным. Часто вообще возникают такие споры по поводу наследства, по поводу завещания? Легко ли оспорить завещание? В самом деле, такие споры возникают, то есть, имеют место в настоящее время. Оспорить не совсем, сказал бы, просто. То есть, должны быть для этого соответствующие доказательства. То есть, именно медицинские справки, документы, именно подтверждают, что данное лицо на момент составления завещания находилось в таком недееспособном состоянии. То есть, это единственное основание для спора? Еще одно основание является именно самоформа завещания. То есть, если не надлежащим образом, но удостоверенно имеются ошибки в написании завещания. То есть, они могут быть оспорены самими наследниками. А, например, какие это могут быть ошибки, как правильно оформить завещание? Ну, не установлена дата, место завещания. То есть, неправильно написана фамилия, то есть, паспортные данные. Вот это все может быть предметом подспорья в суде. То есть, даже в присутствии нотариуса такие ошибки могут возникнуть? Да, все возможно. Николай, что такое наследование по закону и что такое очередь в наследстве? Наследование по закону является вторым способом передачи наследственных прав. Оно возникает только тогда, когда нет завещания. То есть, если при жизни лицо не обратилось к нотариусу или должностным лицам и не определило порядок перехода своего имущества после своей смерти, то в таком случае выступает положение действующего законодательства, по которому определяет порядок передачи наследственных прав наследникам. А в свою очередь наследники в этом случае делятся на очереди. Гражданский кодекс выделяет 8 очередей наследников. В первую очередь входят именно наследники, которые являются членами семьи наследодателя. Это дети, супруг и родители. Вы сказали о порядке получения наследства. Что это такое? Каков он этот порядок? Порядок получения наследства – это своеобразная процедура, которая начинает течь именно с момента смерти наследодателя, при котором наследники обращаются к нотариусу с письменным заявлением о принятии завещания. В дальнейшем нотариус оформляет наследственные права путем выдачи свидетельства правильного наследства. Нужно строго соблюсти 6-месячный срок для обращения к нотариусу, потому что иначе нотариус будет отказывать. Либо же можно обратиться к нотариусу за истечением данного срока, но при этом нужно иметь доказательства о том, что наследство принято фактически. А что такое «подать на наследство»? Есть такое выражение, что оно означает? «Подать на наследство» – это и есть сама процедура, по которой наследники обращаются с заявлением к нотариусу и просят оформить наследственные права. А если не успели в течение полугода это сделать, подать на наследство? Если же не успели в течение полугода, то нужно, во-первых, смотреть, была ли у вас уважительная причина, почему вы не смогли обратиться. Уважительными причинами это может быть болезнь, как, например, лица, который не смог обратиться. В случае отказа от нотариуса в получении наследства можно обратиться в судебные инстанции. Но, как правило, на сегодняшний день практика судебная сходится к тому, что суды больше не то что восстанавливают срок для получения, принятия наследства, а суды устанавливают факт принятия наследства фактически. То есть, когда наследодатель делает, осуществляет фактические действия по принятию наследства. А что это такое? Фактическими действиями являются именно действия, по которым наследство принимается таким образом. Например, наследники оплачивают расходы, долги наследодателя, фактически принимают какую-либо часть имущества. Стоит заметить, принятие имущества в части означает принятие наследственного имущества целиком. Например, допустим, какие-нибудь картины, фотоальбомы, если не получают это все, управляют, охраняют имущество, плачивают квитанции, несут расходы на содержание и охрану имущества. При наличии доказательств, то есть в основном выступают как квитанции, чеки и свидетельские показания, которые подтверждают, что данное наследство принято фактически. Николай, а к какому нотариусу лучше обратиться для получения наследства? В данном случае, по закону, наследники должны обратиться к нотариусу, который прикреплен к территории, не то что последнего места жительства, а к территории проживания наследодателя. Местом получения наследства будет последнее место жительства наследодателя. Николай, давайте узнаем, о чем пишут участники группы ВКонтакте компании «Юрактит». Хорошо. Получила от нотариуса отказ в выдаче свидетельства на земельную долю, так как я не предоставила свидетельства о государственной регистрации права, а также пропустила срок для принятия наследства. Есть справки с сельской администрации о том, что данная доля была предоставлена моей маме еще в 80-е годы. Что делать? Да, такие случаи распространены, на самом деле имеют актуальность в наше время. В таком случае нужно лицу, то есть наследнику, обращаться в судебные инстанции. Во-первых, нужно будет предоставить эту справку, которая подтверждает, что эта доля передавалась наследодателю. Она будет иметь силу, а также нужно устанавливать факт фактического принятия наследства. Ну, допустим, принесут в суд и свидетели подтвердят о том, что вот эти вот вещи принадлежали наследодателю, и наследник, как истец, он получил это. В сферическом показании это будет подтверждено, и в дальнейшем суд удалит требования, что будет основанием для регистрации этой доли наследников. Николай, давайте прочитаем следующий вопрос. Я долгое время проживаю в квартире, которая принадлежала моему сыну, который ее приватизировал. После его смерти к нотариусу я не обращалась. Квартиру оформила на себя его жена, однако сделала это в тайне от меня. Как поступить и вернуть квартиру от невестки? Такое случая является редким, но все же происходит. В таком случае, опять же, нужно действовать именно только в судебном порядке. Только суд прояснит, даст весь свет на всю эту ситуацию. По факту наследодатель, проживая в этой квартире, и если она зарегистрирована, это еще лучше. То есть она фактически принимает наследство. Несмотря на то, что квартира уже оформлена, судя по тексту, является уже квартирой невестки, то уже можно обратиться в суд и требовать признания недействительным данного свидетельства и признавать право собственности именно на ту долю, которая вам положена. В данном случае, если там нету больше наследников, то на одну вторую квартиры. В таком случае, также с физическим показанием будет подтверждаться, что фактически приняла мама умершего. Ну и последний вопрос от наших телезрителей. Что лучше оформить, договор дарения или завещание квартиры? На самом деле, очень популярный вопрос. Да, к нам тоже часто обращаются к таким вопросам. В таком случае, нужно, во-первых, прояснить, как хотят передать эту квартиру. Во время жизни или после своей жизни? Завещание можно оформить только и передать имущество только после своей жизни. Если же лицо, которое хочет оформить квартиру, уже готово, намеренно при своей жизни передать квартиру, то составляется договор дарения. Договор дарения, он по своей процедуре юридически намного проще, чем получение наследственного имущества. Потому что оставляется только один договор и направляется в регистрационный орган, в Росреестр. Данный договор дарения также является экономически выгодным, потому что не нужно будет платить излишние государственные пошлины, нежели чем на оформление завещания. То есть госпошлины на завещание выше, да? Да, будет намного выше. Там определяется 0,3% от кадастровой стоимости, рыночной стоимости объекта. То есть все это тоже недостаточно дорогое удовольствие. Да, будет на самом деле. И допустим, также при завещании могут объявляться еще какие-нибудь наследники, которые захотят оспаривать, тем самым затянуть процесс передачи. Договор дарения надежнее, да? Да, надежнее, то есть при жизни лицо, которое хочет передать, он сам будет удостоверен, что да, так и есть, имущество передано и уже волноваться. Но нужно быть готовым, что с имуществом придется, возможно, расстаться еще при жизни. Ну да, это да, это минус. Николай, спасибо вам большое за интересную беседу и за очень полезную информацию. До встречи. До встречи. Смотрите наши программы, и вы будете знать больше о своих правах. Пишите нам на адрес info.sobaka.ps29.ru или в группу ВКонтакте компании Юрактив. Увидимся с вами через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи.